В мире явно существует дисбаланс того, что касается приема беженцев. В Турции, например, живет около 4 миллионов беженцев, а в некоторых странах их нет вообще. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Скорее всего, никак. Это дело тех стран, на территории которых живут беженцы. Единственное, не потому что вы представитель Турции, я могу сказать, что вы просто героическая страна. И ваше руководство самое благородное в мире, что вы содержите на своей территории более 4 миллионов беженцев. Это делает вам честь. Это большая проблема и очень сильная головная боль для таких государств и в первую очередь для вашего государства, для Турции. Кто-то из корреспондентов в этом временном центре для беженцев на границе спросил о финансовой помощи. Вы сказали об Эрдогане, что он может помочь. Значит ли это, что вы считаете Эрдогана лидером мусульманского мира? Что я имел в виду? Тогда, когда был разговор в этом центре с журналистами, я действительно об этом сказал. Сказал связи с тем, что Европейский Союз обещал помочь вывести беженцев на родину. Тех, кто захотел бы выехать и не дал ни копейки, не оплатил ни одного рейса, чтобы их вернуть на родину. И когда журналист об этом не спросил, я ему сказал, мы и просить не будем Европейский Союз. Если нужно, попросим Реджепа Эрдогана, чтобы он нам помог. Вот, в связи с чем был затронут этот вопрос. Что касается второй части вашего вопроса о лидерстве Эрдогана в мусульманском мире, хочу сказать следующее. Считаю я или не считаю лидером Эрдогана в мусульманском мире, он уже стал значимой фигурой в этом мусульманском мире. Он в Турции создал партию, мощную партию, партию справедливости. Он определил пути развития турецкого государства и 85-миллионного турецкого народа в 21 веке. Он действительно ведет себя в той части планеты, где он находится, как настоящий лидер. Поэтому это очень сильная фигура в мусульманском мире и не только в мусульманском.